Здравствуйте! С вами вновь сервисный центр Dr. Coffee Machine. И сегодня мы с вами поговорим о замене помпы в кофемашине Philips. Сейчас скажу марку Philips HD8649. Либо эта машинка многим известна как Saeco X-Small. Все то же самое практически за незначительными различиями. Устройство однотипное. Ну и в принципе Philips Saeco это по большому счету одна и та же фирма. Выпускают практически одни и те же машины. В данном случае что случилось? За кофемашиной не было особо никакого ухода. Машинка у нас... Машинка 2016 года. Ни разу ее от накида не чистили. Вода жесткая у клиента. Машинка напрочь забилась накипью. Вследствие чего со временем из строя вышла помпа. Машинку я уже по гидросистеме программно почистил. Тем не менее помпа нужное давление все равно не создает. Поэтому мы эту машинку будем сейчас разбирать и помпу менять. Помпа там стоит. Пулка. Машинка может стоять в белом корпусе, может стоять в красном корпусе. В принципе это абсолютно не критично. Будем мы туда ставить тоже помпу оригинальную волку. Новую вот видно выпущена 18.02.2021 года. Вот эту помпу мы туда будем ставить. И сейчас я покажу как. В первую очередь нам что нужно сделать, чтобы нам не мешали бункер для жмыка, отсек, бункер для воды. Мы это все отставляем в сторону. Убираем в сторону поддон. Вот таким образом. Естественно убираем заварочный узел. Тоже чтобы он тут не мешал нам. И теперь нам нужно эту машинку разобрать. Как это сделать? Сразу еще покажу. Провод тоже можно отсоединить. Вон сзади кофемашинки. Теперь что мы дальше делаем? Берем 20-ую биту. Звездочку. И сначала нам нужно открутить. Вот сети для зернового кофе. Вот этот вот винтик. Соответственно. Не до конца открутил. Теперь до конца. Вот. Это мы убираем. Теперь мне нужно будет выгрезти зерно. И открутить два вот этих вот винтика под Т-10. Сейчас я это сделаю и включусь. Итак. Два винта под Т-10 я открутил. Также в этой кофемашине есть два винта под Т-10. Здесь со стороны отсека бункера воды. И здесь со стороны отсека бункера для жмыха. Их тоже откручиваем. И теперь мы можем верхнюю часть. С задней стороны. Вот таким вот образом. Просто снять. Она на защелках. Вот так. Сейчас я ее сниму. Все. Внизу вот здесь тоже два выступа пластиковых у вот этого вот корпуса. Будьте с ними аккуратнее. Не отломите их. Будьте аккуратнее с краном. Тихонечко, аккуратненько. Вот так вот сняли. Потому что если мы будем верхнюю крышку снимать неаккуратно, мы можем отломить крепление крана. Я такое уже сто раз видел после других сервисных центров. И потом придется здесь, скажем так, что-нибудь колхозить. А колхоз это не наш метод. Теперь что нужно сделать. Откручиваем вот этот винт. Он тоже под Т-10. Тут за исключением винтика, который крепит вот эту деталь в кофемолке, которая под Т-20. Практически все остальные винты под Т-10, под звездочку. Теперь откручиваем винт здесь. И откручиваем винт здесь. Это все мы делаем для демонтажа корпуса. Чтобы нам впоследствии поменять помпу. Теперь откручиваем винт сзади. Когда она к нам стоит с задней части, справа снизу. Вот так. И теперь понадобится оберненький. Одну секунду. Аккуратненько. Снимаем корпус. Он внизу на защелках. Поэтому, чтобы это все не повредить, не отломить. Мы сняли корпус. Внизу он находится. Вот на таких вот защелках. Их мы повредить не должны. И собственно, здесь мы видим, что... Здесь мы видим помпу, которую нам и надо поменять. Помпа тоже улка, только она белая. В принципе, без разницы, какую мы будем ставить помпу. Либо красную, либо белую. Они обе на 230 вольт, 48 ватт. Давление они создают однотипное. Но я всегда предпочитаю ставить улку в красном корпусе. Вот именно такую. Почему? Ну, может быть, некий консерватизм. Но, вот как по мне, как подсказывает мне мой опыт, именно в красном корпусе улки они лучше всего и дольше всего работают. То есть, поэтому я ставлю в кофемашины, где стоит помпа улка, помпы именно в красном корпусе. Даже если здесь было в белом, это никакой роли абсолютно не играет. Хотя, по идее, у нас в интернет-магазине в продаже есть и помпы в белом корпусе. То есть, поэтому, кому принципиально, тот может поставить помпу и в белом корпусе на улку. Так, теперь, что мы делаем. Нам сейчас нужно этот вот шланг отсоединить. Он нам будет мешать. Просто его стягиваем. Вот, с клапана экстренного сброса давления. Можно его отсюда тоже снять, чтобы он уже нам не мешал. Теперь я покажу, как, не снимая верхнее крепление, вот это вот, верхнее крепление помпы, как нам можно помпу поменять. Потому что это верхнее крепление, оно крепится внутри корпуса. В общем, нам, чтобы по-хорошему, по-правильному снять помпу, нужно вообще, фактически, по кофемашине разобрать. То есть, вот эту вот часть открутить, снять, снять верхнее крепление и, соответственно, уже вытащить отсюда помпу и ее менять. Я покажу, как это делать, ну, скажем так, несколько безопаснее для новичков. В том плане, чтобы не было лишней какой-то сборки и чтобы не ошибиться. В данном случае, что мы здесь делаем? Вот здесь идут у нас датчик температуры и датчик воды. Два провода. Мы аккуратненько их отсоединяем от платы, чтобы они нам не мешали. Разъемы у них разные. Мы их не перепутаем при подключении. Отсоединили. Убрали. Они нам в таком случае мешать не будут. Вот так. Теперь у нас есть доступ к помпе. Что мы дальше делаем? Нужно с помпы снять шланг внизу. Он просто стягивается вниз с помощью шпателя. Вот таким образом. Кстати, шланги потом тоже будут чиститься. Они вон в налете внутри. То есть это, естественно, не дело. Теперь, что мы делаем с помпы. Нужно снять клеммы и термодатчик помпы. Раз. Два. Термодатчик посажен на... Такой термоклей из термопистолета. То есть это мы аккуратненько убираем. И термодатчик оттуда извлекаем. Один момент. Я остановлюсь, извлеку. Мне неудобно это делать на камеру. Я тут руками все сейчас закрою. И продолжим. Вот мы и извлекли термодатчик. Вот он. Он находится у помпы вот здесь. Вот. В этом месте. Теперь помпу из нижнего упора мы достаем. Вот таким образом. В верхнем чуть сдвигаем вниз. Вот так. И теперь, по большому счету, можно пытаться ее открутить. От штуцера. Вот. Пошла. Все. Старая помпа извлечена. Кстати, здесь мы видим помпу, ну, я бы сказал, не очень качественную с завода. Почему? Сравните толщину катушки на красной улке и на современной улке в белом корпусе. Это называется, ну, лично мое, конечно, мнение, экономия меди, которая, собственно, в этой катушке находится. Здесь катушка меньше. Соответственно, помпа при работе сильнее нагревается. Это раз. Второе. Немножко изменена конструкция внутренней части клапанной группы помпы. В следствии чего помпа, во-первых, работает громче, это раз. Во-вторых, быстрее изнашивается, это два. Там добавлен один дополнительный, как по мне, весьма вредный и ненужный элемент. Это конус из нержавейки под нижней пружиной. Он только вредит. И делает работу помпы громче. Вот зачем изменили конструктив качественной, надежной помпы, которая раньше была вот такая, и сейчас их еще нормальные пока что выпускают. Зачем ставят вот это? Ну, понятно, скорее всего, из-за экономии, чтобы ресурс, скажем так, помпы ощутимо сократить. Поэтому, если я в кофемашине вижу вот такую вот слабо работающую помпу, конечно, это замена на нормальную. Вот. То есть здесь уже называется, производитель начал экономить на меди и сокращать ресурс работы кофемашины. Как по мне, это свинство, извиняюсь. Помпу мы убрали старую. Берем новую помпу. На ней защитные колпачки. Верхний и нижний. Нижний снимается туго. Я его снимаю вот так. Защитные колпачки убрали. Зачем они? А потому что в помпе с завода, внутри, вода. Иначе, если бы в ней воды не было, мы бы ее поставили в кофемашину, и не факт, что мы бы смогли ее запустить. Потому что в ней была бы воздушная пробка, и помпа бы просто тарахтела бы в холостую, и ничего бы не происходило. А так, в данном случае, в помпе внутри вода, с завода вода. И поэтому поставлены вот эти вот заглушки, которые этой воде не дают выливаться. Ну и, соответственно, в помпе она остается. Теперь помпу вставляем вот так вот в верхнее крепление хвостовичком. И аккуратно начинаем крутить. Главное нам прихватиться к верхнему клапану. Делаем это аккуратно. Смотрим, чтобы он стал закручиваться в помпу по резьбе. Процесс этот творческий. Но, скажем так, я уже объяснял в начале видео, что это упрощенный процесс. Чтобы нам не разбирать половину кофемашины. И потом, ну, если у нас нет такого опыта, чтобы не запутаться в обратной сборке. Не потерять половину болтов и все прочее. Вот. Хотя, ну, я считаю, что в уважающем себя сервисном центре болты теряться от кофемашин не должны. Если вы сдали машинку в ремонт, и вам ее отдали с нештатными болтами, ну... Ожидайте, что внутри кофемашины там тоже полный бардак. Потому что, ну, это не делаю. Это показатель непрофессионализма сервисного центра. Итак, все, затянули. От руки не сильно, без фанатизма. Так, и теперь смотрим, как помпа должна стоять. Подтягиваем все. Ну, я думаю, что она у нас должна стоять вот так. Да. Помпа у нас будет стоять именно вот так. Теперь мы помпу закрутили в верхний переходник. Внизу на нее надеваем нижний держатель. Вот он тоже вщелкивается. Поправляем верхний. То есть, чтобы верхний держатель у нас... Так, сейчас. Чтобы верхний держатель у нас стоял здесь, а нижний вот здесь. То есть, все, помпа у нас, соответственно, стоит на месте. Теперь немножко поправляем. Вот это все. Вот. И, по идее, сейчас у нас помпа стоит примерно в штатном положении. Как она у нас и стояла. Подключаем к ней клеммы. Термодатчик просто вставляем от руки в его отсек, который находится на помпе. Он вставляется туда плотно. И даже без клея из термопистолета он оттуда не выпадет. Я такого не видел. То есть, просто его туда вставляем. Он вставляется плотненько от руки. И там надежно находится. Клеммы. Так. Как мы подключим клеммы, без разницы. Но я всегда их подключаю так, как они были подключены к старой помпе. В данном случае наружная клемма с черным проводом. Внутренняя клемма с белым проводом. Теперь шланг гидросистемы подключаем к помпе внизу. Вот так. Если такой еще есть момент. Если шланг на помпу внизу наделся легко. То есть, если он уже старый, допустим, растянутый. Можно его вот в этом месте обычным пластиковым хомутом. Немножко притянуть. И излишки обрезать. То есть, это предотвратит слетание шланга с помпы. Я такого не видел, но я об этом слышал. Так что, мало ли. Обратите на это тоже внимание. Теперь провода термодатчик и датчик воды. Подключаем их обратно на свои места. Вот так. Раз. И вот так два. Извините, что не видно, но мне по-другому не показать. Вот они здесь. Вот. Раз и два. То есть, ну, все просто. Здесь все в доступе. Теперь, что нам осталось. Нам осталось взять вот эту вот трубку. Это, по сути, трубка от клапана экстренного сброса давления. Но в данном случае, вот если честно, я ни разу не видел, чтобы эти клапаны срабатывали. Они сконструированы так, что они могут разорваться, но давление они при закупорке гидросистемы сбрасывать не будут. Зачем это сделано, я, если честно, не знаю. Ну, не суть, как бы, не мне обсуждать проектировщиков этой кофемашины. Все. То есть, шланг мы надели обратно. Теперь у нас, по большому счету, здесь все так, как оно и должно быть в оригинале. Только с новой помпой. Процесс при определенных навыках несложный. Вполне себе его можно провести дома самостоятельно, имея лишь минимум инструментов. То есть, это отвертку под звездочку, десятку и двадцатку. И какой-нибудь вот подобного рода какую-нибудь лопаточку, шпатель. Не знаю. Можно даже обычную отвертку. Вот. И теперь, соответственно, я без корпуса кофемашину запущу, проверю. Нам главное убедиться, что вот в этом месте у нас не потечет вода. То есть, наружу. То есть, что не будет течет. Как правило, я машинку вот в таком виде ставлю поддон, подключаю провод. То есть, ставлю бункера воды жмыха и машинку запускаю. То есть, она промывается. Я хотя бы на промывке смотрю, чтобы здесь не полились капельки воды. То есть, потому что если они польются, значит, я что-то здесь плохо затяну. Но по факту я уверен, что здесь вот в данном случае я все затянул так, как надо. Здесь все стоит так, как надо. Поэтому никаких проблем в данном случае не будет. Опять же, если у вас нет уверенности, что вы самостоятельно сможете поставить эту помпу в кофемашину, лучше всего сразу же обратиться в специализированный сервисный центр. В ином случае вы рискуете что-либо сломать. И тогда ремонт уже будет сложнее и дороже. А бывают прецеденты, когда по факту человек покупает у нас деталь, пытается ее самостоятельно поставить в кофемашину, при этом не имея абсолютно никаких навыков по элементарному откручиванию винтов. Соответственно, что-то ломает. И потом к нам появляются претензии, что мы, скажем так, виноваты в том, что он поставил и сломал. Поэтому обратите внимание еще раз, все мои видео, они носят не характер инструкции, они носят ознакомительный характер. То есть они помогают людям с определенными навыками просто понять, как меняются те или иные детали. То есть это не инструкция к действию. Поэтому тоже учтите, пожалуйста, этот момент на будущее, перед какими-либо работами. Ну, я думаю, что сегодня на этом все. Ссылку на помпу как в красном корпусе, так и в белом корпусе я оставлю под видео в описании. Ну, а на сегодня будем заканчивать. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ожидайте новых видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok